Привет, я Анастасия, сибирячка, вышедшая замуж за доминиканца. И сейчас мы с семьей в Алтае. Это мой муж Джонатан, который узнает русские традиции на улице. Он доминиканец, пролетевший 14 тысяч километров, чтобы познакомиться с красотой и силой Сибири. На Алтае большое количество рек и озер. Кругом виднеются заснеженные вершины и хвойные леса. Все это мы и встретили в поездке по Чемальскому тракту. А этот дом ты узнаешь потом. Это Джамар, наш сын, которому мы хотим показать как можно больше. Алтае это лишь часть пазла картины мира. Но кажется, у Джамара есть его секретный план. Ну что, погнали посмотрим. Что, мы наконец-то возле дома начали делать барбекю. Мой муж Джонатан, он еще ни разу не делал этого в России. Сейчас пройдемся по территории, которая рядом с домом. Сегодня первый день после того, как Джамар, можно сказать, выздоровел. И нет температуры у него несколько дней. До этого заболели. Почти неделю он болел. Вот. Сейчас пойдем погуляем. Там за эти дни стало тепло, весь снег растаял. Хотели пойти по этой дороге, но все растаяло. Снега нет и дорога вообще теперь вся в камнях, в какашках. Пойдем на другую дорогу. Я еще только начистила свои белые кроссовки, белые, серые, бежевые. Короче, походу придется потом хорошенько опять их почистить. Это наш дом. Снаружи, как он выглядит. Может, интересно вам посмотреть. Нашла я, кстати, его через Авито. Смотрела сначала там в Циане, в Яндексе. Но мне потом добрые люди сказали, что особенно в Алтае лучше всего через Авито арендовать жилье. И реально очень много вариантов. Было много хороших предложений. Но поскольку именно потом решили остановиться в Тимале, то смотрели предложения непосредственно отсюда. Был еще один дом, который очень понравился. Он прям сразу там спуск к реке. Мы, может быть, потом к нему подойдем, покажем. Я сейчас хотела выйти туда подойти, но там вот дорога не совсем стандартная. Сейчас, может, я привыкну и нормально потом пройдем с коляской. Потому что не очень удобно с коляской ехать по камням. Когда снег был, прям вщух, мы вообще тут летали. И вот буквально сколько. 5 дней. 5 дней, да, Вилла? 5 дней назад. Я думаю, в 1 неделе полностью. Меня эта собака все время просто с ума сводит. Я и так собак побаиваюсь, потому что были у меня случаи не очень приятные по молодости, в юности с собаками. А еще тут под боком такая злая. Всегда, когда проходишь, она так лает. Хотя уже, мне кажется, должна была запомнить нас по запаху и не лаять так сильно. В общем, мы сейчас идем по улице, по которой все время обычно ходим в магазин, до озона, аптеки. Так вот, колоритненько прям вокруг. И за эти дни практически весь снег растаял, его нет. Вот. Первый раз, кстати, сегодня Джамару одела комбинезон так, что капюшон сняла. Но шапку мы с капюшоном носили другую, попроще гораздо. Вот. Эта шапка потеплее, но без капюшона. Сегодня здесь плюс 6, чуть-чуть попозже будет плюс 10. А весенний комбинезон, честно говоря, побоялась ему еще пока одевать. Вот. Потому что хоть тепло, но такая еще обманчивая погода. И получается, он только-только, ну, переболел два дня назад, как прошла полностью температура. Поэтому пока, в общем, он в более теплых вещах. Что ты creешь de la diferencia que hay aquí в Чемале, как ты viniste antes в verano и ahora que estamos в invierno? Ну, в Чемале я была до этого, но никогда не была зимой, в принципе, на Алтае, не только в Чемале. Летом, как правило, во всем Алтае очень много туристов, просто нереально много. В Чемале особенно много, потому что здесь рядом есть много интересных мест, в том числе очень многие приезжают на остров Патмос посмотреть. И, соответственно, зимой, во-первых, природа другая, цвета другие вокруг, да, летом, потому что все зеленое, вот, и преимущественно все в зеленых красках. Давайте здесь маленько остановимся, потому что солнечно прям очень, Джамару в глаза солнце сильно, и ему не нравится так тяжело. А зимой очень красиво, но сейчас уже вот буквально за пять дней, за пять дней, представляете, снег практически полностью растаял. До этого было все заснежено, и когда мы ходили на остров, где Патмос, где там музей, церковь, там все было в снегу. Есть оттуда тоже фотки, видео, кто еще не смотрел, посмотрите. Очень красиво, конечно, совершенно другая природа, совершенно все по-другому выглядит. Мне очень нравится и понравилось это, но вот буквально уже за некоторое время снега нет. То есть, говорю, неделя. Мы прилетели, было все в снегу. Эта дорога была вся в снегу, то есть лед был, снег был. На Патмос тоже, но мы вот сегодня вышли еще, сейчас только пошли по дороге, в которой все время ходим до магазина. До Патмоса еще не ходили. Там, возможно, где-то еще, ну, естественно, есть снег, потому что там, как бы, ближе к горам побольше теней, высокие деревья, поэтому, может быть, чуть-чуть по-другому. Пока еще идем вокруг вот такие вот прям горы, вот, и там, можно сказать, вот там вот несколько магазинов, рестораны, аптека, вот. И с таким видом, получается, все время выходим. И вокруг дома тоже получается вот так все время горы. И идем потихоньку, по дорожке. В выходные можно встретить на улице людей. Вот, в будни, во время, когда дети заканчивают школу, или люди там с работы, можно встретить. А так вообще безлюдно. Иногда такое ощущение, что, не знаю, вообще все люди вымерли, никого нету. У мужа такая комбинация штаны и на голове, хотя это шарф. Show me your combination green with green. Вот это на голову, это вообще шарф такой. Ну, его можно вот так вот использовать, и, мне кажется, тепло. You feel normal from head, not cold with this piece. Comfort? Normal, comfort. Вот, у нас, кстати, еще на Озон пришла посылка. Я сюда. Хорошо, что здесь, кстати, есть пункт выдачи Озон, недалеко от магазинов тоже. Я Джамару заказываю обычно, ну, прикорм там. Там, в том числе, я еще пока использую некоторые прикормы с баночек. Вот, и памперсы тоже мне очень нравятся оттуда именно. И всякие игрушки там и так далее. В общем, нам иногда то, что нужно, тоже заказываю оттуда. Поэтому очень удобно, мне всегда нравится, куда бы мы ни поехали, если есть пункт выдачи Озон, чтобы, соответственно, оттуда, ну, заказывать и забирать. И доставка сюда, они намного дольше, на самом деле, чем там по Москве или в Томске. Вот мы были тоже все время, Озона заказывала себе, семье там то, что необходимо. Здравствуйте. Меня на себя домой больше, он приятно познакомится. Это наш сын Джамарик. А у вас тоже сынок? Нет, у нас тоже сынок. Ай, у меня есть. Слове. Скажите, а вы сами живете здесь, Чемали, или снимаете, или вы отсюда местная? Мы здесь строимся, живем, снимаем. А вообще вы на Алтай родились в Алтае или нет? Ну, в Алтайском крае родилась. В Алтайском крае? А мужа из республики Алтай. Из республики, понятно. А, ну, когда, например, летний период, я так понимаю, здесь всегда больше, правильно, туристов, особенно в Чемале? Ой, здесь очень много. Да нет, здесь Чемало, это как отдельное государство. Вот если, например, брать телефонар, вот уже, там уже, если снег есть, может много выпадать. А здесь всегда вот, и то ветра, они его выдувают, здесь снега нет. А сам вот такой прям уже сезон с мая, наверное, да, начинается? Ну, да, с мая. Мы сами, как бы, тоже приехали, потому что здесь уже давно. А строитесь тоже здесь? Да, ну, да, вначале, потому что здесь уже, здесь уже мест нет. Ну, да, я смотрела тоже так ради интереса и для аренды, и если взять, за сколько продают, цены, конечно, сейчас. Я помню, начинали... Средники здесь очень большие. Начинала ездить лет 15, наверное, назад, первый раз еще. Да, вообще. И тогда землю предлагали, да, и никто не брал. Да, 150, а сейчас эти участки, их очень много, их разбирает, но они очень много стоят. А так вот, помимо, ну, вот, Патмоса, вот именно здесь, плюс-минус, как бы в этих проектах, что еще можно посмотреть? Ну, на Каракольские озера можно съездить. Это туда, да, в ту, по-моему, сторону? Да, Каракольские озера, потом... А они, то, что, допустим, когда снега, нету льда, там тоже можно проехать, или... Ну, вот, смотрите, так, нет, мы ездили на Гейзеро озеро, это как-то Шанты, ехать туда же. А, ну, вот на Гейзеро я была только летом. А, нет, Тавдинская пещера, это тоже туда, в ту сторону. Здесь еще есть тема, я не виделся по тех пор, забыла, забыла, забыла. Не озеро, а водопад дальше, километров 15. А как на специальной какой-то машине, типа, 4ВД надо, или на любом можно? Нет, нет, на обычной, вот, вот, просто выезжаете прямо, вот, мимо Гейз приезжаете дальше, и там примерно километр 15 будет Чичкыш уже. Там прямо написано большим боком Чичкыш. И там просто, ну, как, вглубь чуть-чуть, да, с дороги? Да, там останавливайтесь, и там, ну, конечно, идти вот так. Ну, не с коляской, то есть, либо на руках, либо в рюкзаке переноски. Нет, в рюкзаке, это так. Ладно, спасибо большое, было приятно пообщаться, спасибо. Осень у нас очень красивая. Очень, мне тоже сейчас с девушкой по дороге познакомились, Бэра весь тоже с этой маленькой девочкой шла, она тоже говорит, приезжайте осенью. Я летом была много раз, зимой не разу, но весной тоже не разу, она говорит, осенью прям вообще. Очень красиво. И вообще природа. Вот. Это мы зашли в магазинчик, он такой небольшой, но очень милый, уютный. Тут много различных вещей из Монголии, разные тапочки, носки очень теплые. Мы, кстати, в прошлый раз взяли две пары, одну мужу, одну мне. Вот такие кофточки, шапочки, все такое интересное. Муж тогда очень-очень ему сапогетти понравились, мы все ждем его размер, но пока не было. Они тоже так сделаны внутри, меховые, такие теплые, прям в Сибири хорошо. Подошва такая мощная. Разные чаи, чай мы, кстати, попробовали в прошлый раз, и я сейчас постоянно пью. Я сначала думала домой, потом думаю, домой еще возьмем. Очень вкусно, что лифовы сказали прямо. А в Монголию в основном отсюда на машинах ездят? Там же вот от границы и где вот центр, туда же вообще очень далеко. Есть, по-моему, если у Амбатр туда, то на самолете даже. Там же, наверное, когда в Монголию заезжаешь, такие еще какие-то маленькие города, да, не сильно здесь, или он? Больше как степи. Как степь, там есть даже такие саманные избы без крыши. Ну, там другая немножко природа, такая посуровее, но интересно все равно. А вот откуда вещи, это уже больше туда, к центру, в столице. Это сколько, почти же 2000 километров нет от границы? Там они оттуда сюда везут, для баяну клея, отсюда уже все. А, там типа как тоже какие-то рынки, наверное, кто продает. Ну да, раньше же постоянно меняли вот эти шелковые пути и все это. Давайте тогда носочки. Hace un rato, nosotros entramos a una tienda de Rápido, y afuera habían unos chicos, y se volvieron locos conmigo. Yo creo que quizás va por mi cabello, no sé, cuál es el tema con la apariencia, pero se volvieron locos y me dicen, hola, déjame saludarme, hacemos mi nopato contigo. Hace un rato, ¿qué tal? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Здесь их три. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Таким прекрасным деревом. Это почта России. Россия. Скажите, кто бы хотел на такую почту России зайти, попасть, отправить посылочку. в таком субтитры Алексею Дубровскому. Всю весной засаживали, засаживали, да, высаживали. И летом это можно было уже все свое кушать. Так выходишь прямо с дома на огород и ягоды свои ешь. Пошел, ну, уже когда поспела, понятно, огурцы, помидоры на салат. Собрал салат, нарезал, свежий ешь. И вот здесь все люди так же вот живут, да. То есть не городской образ жизни, больше такой, а деревенский. Это так, в этом такая сила прям, так это очень привлекательно. Ну и самое главное природа, да. Насколько она здесь величественная, красивая. И сила рек, и сила гор, сила озер, деревья. Вот вообще, в принципе, вся Сибирь очень красивая и очень сильная. Природными ресурсами, вот, славится. Но Алтайский край, если ты сюда раз попал, и тебя вот эта природа принимает, ты потом сюда еще очень много раз вернешься, как это в моем случае. Вот, и будут происходить ситуации в жизни, которые в любом случае тебя сюда обратно приведут, привезут. В общем, и ты будешь здесь. Мы уже практически приближаемся к дому. У многих во дворах вот такие вот машины. Потому что на них делают заброски в горы. Либо на какие-то озера горные, куда обычная машина и даже на 4 джипы не проезжают. Люди, соответственно, используют такие машины. Вот, поэтому у многих, особенно кто ближе к каким-то горам, здесь, конечно, нету такой горы, например, рядом как Актру, куда делают восхождение, куда делают вот такие заброски на таких машинах. Вот. Но многие такие машины имеют. Вот. Сейчас мы уже... Вот так вот тут школа. Сейчас мы уже приближаемся к нашему дому обратно. Вот. Сейчас, наверное, услышите опять собачку. Собачку, которая никак не запомнит наш запах. Ну, либо не хочет этого делать, потому что она стражевая собака. Вот. И постоянно лает. Такая грозная, большая она. От дома, вот так вот, если туда вниз пойти, вот туда, у нас оттуда уже тоже были фотки, видео. Кто в телеграме подписан на нас, уже это видел. Подписывайтесь в телеграм, инстаграм. Вот. Ссылочки все есть. Вот так вот у нас дорога уже к нашему дому. Вот он наш дом. Вот туда вот так вниз спуск к реке, где очень красиво. Где мы снимали уже и релсы, и видео. На Джамару день рождения там были. Вот так вот Джамарик сейчас у нас ездит. Забрали его памперсы. А вот эти все дома у них уже напрямую прям выход к реке из дома прям. То есть у нас вот дом. И напротив еще как бы, да, дом. И там вот внизу река. Вот. А с этого дома и вот так по этой улице, по левой стороне, которая расположена, у них уже у всех напрямую выход к реке. Очень, конечно, красиво. Там вот кемпинги разные. И там дальше, я не знаю, видно или не видно, еще есть кемпинги. Получается, ну, может быть, до этого не было, но у нас вот соседский дом напротив. И там вон лошадь какая красивая стоит. И на другом стороне, на другой стороне реки, где кемпинг, там тоже вон лошади пасутся, гуляют. Вообще до этого их не видела здесь. Ну, прям рядышком. Вот, получается, вот здесь опять же наш дом. Так вот мы вышли. Здесь вот дома люди живут. Но многие переоборудуют под бизнес, чтобы тоже давать в аренду. Потому что вот там, получается, внизу уже где спуск, там спуск к реке. И вот, видимо, бетон залили. Будут еще одну постройку делать, чтобы прям с видом была видовая либо терраса, либо домик с видом на реку сразу же. Так прям отсюда не видно, но видно, что там обрыв, и там, соответственно, река. Катунь. Очень красиво. А так вот туда чуть-чуть дальше пройти. Вот туда вот от церквушки макушка торчит. Туда так вверх там храм и музей, который к острову Патмоса относится, ну и сам остров. Вот здесь вот мы на днях проходили, видели, люди сделали скважину, чтобы вода была. Машина приезжала специально, бурила скважину. Теперь, наверное, там есть вода в доме. Вот. И мы, соответственно, пошли сейчас в сторону, ну, где все магазины. Вот. Только по, так скажем, проселочной дороге. То есть не асфальтированной, а вот здесь вот так вот у нас. Ну, дорога, в принципе, нормальная. Она параллельно идет той, которая асфальтирована, по которой там, ну, большее количество машин проезжает и так далее. А это мы по другой дороге выходим. То есть также мы прошли параллельно основной. Но если идти в сторону магазина, и вот здесь выходим, мы к почте, получается. И такой вид шикарный прямо открывается. Такие горы. Красиво. Вообще тут вокруг, естественно, горы, горы в Чимале. Очень колоритно это все. Так, куда ни посмотри, со всех сторон горы. Не забудь поставить лайк. Вокруг везде дома, как успели заметить, естественно, там, ну, постройки там одна, двух, трехэтажные. То есть не многоэтажки, да, как в самом Горноалтайске. Ну, Горноалтайск, понятно, город. Мы в Чимале находимся. Поэтому тут у всех такие домики, дровяники. Потому что в основном все дома топятся сквесные спечи. По всему дому идут трубы. И от этих труб уже идет жар. Вот, например, у нас в доме, где мы живем, топим два раза. Утром, получается, и где-то в семь вечера. И до утра хватает, но уже к четырем вот так вот утра. Но в зависимости, опять же, какая температура ночью и днем было сильно солнечно или нет, уже как бы прохладно. То есть надо либо там укрываться сильнее, двери в комнату закрывать, либо там электрический обогреватель, например, включать. И, ну, там уже где-то там 8-9 утра затопить. Вот так вот. Мы сейчас пойдем на стадион посмотреть, что это за стадион, потому что он недалеко от дома. Мы еще не раз там не были. Здесь 18 февраля будет празднование, ну, и в разных местах по всему Алтаю. Типа таких будет празднование алтайского праздника. Это Новый год по восточному календарю. Вот, мы обязательно хотим попасть и надеюсь, что попадем, потому что будет традиционная еда, возможно, какие-то танцы, горловое пение. Это очень интересно. Я давно, когда на первом курсе была, моя подруга, кто коренная алтаечка, она меня приглашала к себе. И мы попали на праздник Хэллоуин, который раз в 4 года проводится на Алтае, в горах, вокруг горы, далеко от туристических мест проводится. Очень много различных конкурсов, горловое пение всю ночь. То есть там не прекращается вот все время, там 3-4 дня, пока находишься. Идут какие-то выставки, борьба, кёкбюрю. Это своеобразный футбол, но совсем отличается от стандартного футбола, к которому мы привыкли. Кому интересно, либо кто знает, напишите в комментариях. Расскажу подробнее, что такое и как играет в кёкбюрю. Парк Победы, как мы видим, основал Труфалов Василий Петрович. Он работал председателем исполнительного комитета Чемальского сельского совета народных депутатов. И мы подошли к нему, он рядом со стадионом находится и примерно там в 800 метрах от дома. И вот я здесь, в Кемаль. Я здесь, в парке, по что я могу предположить, я хоть у нее только парке на местной депутаты, здесь, в доме Чемаль. И вот я такой, как отчет, юно, юз комментики, придумали вам эту природу и Piccacole, и в соцтехник, при этом, я думаю, это будет красиво, это дорогой, кажется. Это прическое зелень и в этой камере и это дерево, и с сверху,. И я думаю, что это день, чтобы у меня было желательно. Кто был уже на Алтае? Напишите ваши любимые места. В магазине в этом мед можно купить, может быть мыло, типа натурального, как я варю, как мы варим с мужем. Бальзамы разные, с алкоголем бальзамы тоже, которые там применяются в виде медицины. Крема, скорее всего, есть, которые из панто-моралов. Панты-моралов, кто не знает, это как бы рожки. Мы сейчас пошли уже чуть дальше от озона. Получается, вот здесь озон, где мы памперсы забирали. Вот так церковь, там вот музей желтенькое такое здание, это музей. Вот эта церковь мы там не были ни разу, наверное, не будем, но все равно интересная постройка. Хотим пройтись чуть-чуть прямо, но это получается больше в сторону горно-алтайска, откуда мы приехали с аэропорта. Посмотреть, может быть, там что-то есть интересное или какое-то кафе, которое мы еще не знаем. Ну и, соответственно, просто пройтись, посмотреть, что тут есть. Вот так вот сейчас я закрою. Вот так вот у нас закрывается тут. Сейчас, сейчас, сейчас одной рукой не очень удобно. Ну вот, вроде закрыла. Ну, если что, еще муж потом пойдет, посмотрит. Вот. Вот такая вот, получается, территория дома при входе. Такой вот дом. Летом, конечно, это все в Ляевах, в цветочках. Вот так, когда туда заходим, сейчас уже Джамар домой хочет, будем его доставать. Вот так, когда заходим, тут, получается, летом тоже так можно хорошо прям посидеть, отдохнуть. Тут банька. Вот. И, соответственно, так вот сюда проходим. Это все тоже наша территория. Здесь все летом в таких, я так представляю, лианах. Такая прям детская площадка есть. Вот там на лето бассейн делают. Вот. Качели. Мангальная зона, которую мы уже использовали удачно. Что? Мы наконец-то возле дома начали делать барбекю. Мой муж Джонатан, он еще ни разу не делал этого в России, потому что в Доминикане вообще нет такого, как шашинки. Но там очень-очень вкусно готовят мясо. Особенно свинина у них популярна. Делают в разных, соответственно, ее обличьях, чичаром. О чем мы вам тоже обязательно потом расскажем. Наверное, когда мы в Доминикане и покажем. Вот. И мы все ждем с нетерпением. И Джамарик тоже, да? Джамарик уже проснулся. Он поспал. Теперь наблюдает за этой штучкой. Я его закрыла. Она от дождя. Но сейчас неплохо спасает от снега. Потому что очень много снега сегодня. Вчера мы гуляли. И вы на видео увидите. Вообще. Вообще, скажи же, да? Вообще снега не было уже. Но только за редким исключением. Где-то чуть-чуть в горах и чуть-чуть на дороге. А сейчас мы проснулись. Сегодня все в снегу. Мы даже не поверили, что вообще мы сегодня, да, проснулись. Не поверили мы вообще, что сегодня проснулись. Здесь столько снега. Вот. Все вот так вот в снегу. Вокруг все белое-белое. Все деревья, все вот так вот заснежено. Вот такие вот дела. Так что мы сейчас чуть-чуть почистим снег, чтобы была дорожка. И было легко с коляской ездить. И будем делать барбекю. Напиши в комментариях свое любимое место для путешествий. Так что мы все ждем с нетерпением, что у нас получится и не сгорит ли мясо. Да, мой сладкий. А ты куда поехал, Джамарчик? Ну, привет, привет, Скажи. Привет, привет. Очень вкусно! Aquí vemos la decoración de la casa Una lucecita de Navidad Ajá Una visita ¿Qué es el nombre de este verbo? Sigit No, 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 no... Promis como la ciudad Mami, jes el finalista Están solo, no, solo… ¿estás malo del equipo? Claro, claro Sólo no lejos del hombre En tuas sonido Están muy amadas Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, это то, что получилось, мы сейчас будем пробовать На вид очень аппетитно DimaTorzok